В прокуратуре города Тимиртау прошел круглый стол по вопросам мошенничества. В мероприятии приняли участие представители Акимата и Маслехата города, сотрудники полиции, банков второго уровня и общественность города. Данный вид преступления является очень проблематичным, поскольку раскрытие данного вида преступления связано с очень большими проблемами. Его раскрытие очень тяжело, поскольку мошенники используют очень развитые АТ-технологии, другие программные обеспечения, с которыми очень трудно работать и, естественно, установить виновное лицо. Вместе с этим вопрос, который мы сегодня поднимаем, это профилактика данного вида преступления, и допущение данного вида преступления, выработка каких-то механизмов, обмен мнениями. По словам сотрудников полиции, самым распространенным в Тимиртау является интернет-мошенничество. За прошедший год и начало текущего по данному виду преступления было зарегистрировано 274 уголовных дела. В ходе беседы с противопевшими, в основном факт, когда они сами обращаются в банки, в основном это люди пожилого возраста, и банки им отказывают. Но потом в результате мошенники заводевают им профессиональными данными, и каким-то образом банки у нас адапливают кредиты, и, соответственно, совершаются мошенничества действия со стороны подозреваемых лиц. Предлагается, что это вопрос, ввести предложение в компетентный орган, что в случае одобрения онлайн-кредитов, выдавать денежные средства, товары, на которые оформлены клиенты, чтобы выдавали в банках или в правовом домах при предъявлении сотрудника банка или соответствующего заведения удостоверения личности данного лица. Тогда мы, соответственно, при соблюдении данных требований, мы существенно сократим совершение данного уступления. Особое внимание на круглом столе уделили вопросам профилактики интернет-мошенничества и информирования населения. Было бы более интенсивно, не вот эти всякие буклеты, это как бы вчерашний день, поскольку мы видим, практика показывает, видите, буклеты, видите, всякие бегущие строки и так далее, и так далее, они не попросили бы собрать жителей, и там уже предметно, и последствия на возможность отказа от кредитов, рассказать методы этих мошенников, чтобы люди знали уже, не так, чтобы человек как бы визуально не воспринимает такую форму, а когда уже им давать будет тяжелой человек, я думаю, это будет немного другое восприятие, другая картина. В ходе встречи были также предложены различные способы улучшения взаимодействия между сотрудниками полиции и банков второго уровня в целях раскрытия преступлений, усиления ответственности банков и улучшения методов борьбы с данным видом преступления.